Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Racing. И сегодня мы продолжаем готовиться к гонкам, изучаем навигацию. И наша сегодняшняя тема — это использование сквит при прокладке маршрута и создание роутинга на основе погодного прогноза. Поехали! Итак, что такое сквит и почему именно сквит? Сквит — это целый сервис, включающий из себя несколько программ. Эти программы позволяют сделать практически все для анализа вашей погодной ситуации и прогноза, а также построить роутинг по погодным моделям. Кроме того, сквит совместим с программой Expedition. Эти данные, которые мы сейчас скачаем в сквит, можно потом экспортировать в Expedition и использовать для построения роутинга там. С помощью сквит мы можем узнать очень многое о погоде, как на данный момент, так и о прогнозе и об анализе. Вот здесь вот слева есть целое меню кнопок, которые позволяют нам использовать те или иные данные. Первое, что мы можем узнать, это фактическую погоду на метеостанции на данный момент, чтобы, например, сравнить с прогнозом на этот час и посмотреть, какое есть отклонение. Вы можете посмотреть снимки облачности со спутника из космоса, можете посмотреть синаптическую карту на ближайшие несколько дней, а также скачать грипп файл и проанализировать с помощью разных погодных моделей. Кроме того, сквит можно использовать как независимую программу для анализа роутинга, то есть поставить точки своего маршрута, загрузить свою полару, свою диаграмму и рассчитать ваш оптимальный роутинг на гонку с учетом той или иной погодной модели. Для расчета роутинга в первую очередь нас будут интересовать грипп файлы и погодные модели, но для анализа метеоситуации в целом, конечно же, очень интересно посмотреть на синаптические карты, их распечатать и взять с собой в гонку. А также, если у вас есть доступ к интернету прямо во время гонки на борту яхты, если вам не запрещено, как нам на Мини, использовать такое программное обеспечение, то вы можете посмотреть фактические снимки из космоса, облачности и тоже сделать какой-то свой собственный анализ на этой основе. Итак, с фактическими данными на метеостанции, в общем-то, все понятно, показывают то, что есть, какое давление, сколько дует, какое волнение и прочее, прочее, прочее. Нас же больше интересует прогноз. Итак, начнем с синаптических карт. Эта информация очень важна для того, чтобы посмотреть погоду в целом на ваш район, посмотреть, где какие центры высокого и нивского давления, где проходят какие фронты или есть ли зоны окклюзии, или есть ли какие-то геометрические болота и прочее, прочее, и посмотреть, каким образом изгибаются изобары и вообще, какое давление на том или ином участке вас ожидает, и насколько быстрых движений и перепадов давления вы можете ожидать во время вашей гонки. Итак, синаптические карты у нас находятся на третьей вкладочке, Synoptic Map, нажимаем, и здесь нам предлагается выбрать, на какой район мы хотим увидеть синаптическую карту. Для нас это, конечно же, Европа, но также можете посмотреть, какие районы существуют от Атлантики до Западного Тихого океана, и дальше вы можете загрузить те синаптические карты, которые вас интересуют на то количество дней, которые вы хотите посмотреть. Я загружу сейчас на все. Если вы работаете с борта яхты, если вы используете дорогой спутниковый интернет, то, конечно, нужно быть очень внимательным с теми данными, которые вы загружаете, потому что весят они достаточно много для спутникового интернета, и стоить будут вам достаточно дорого. Итак, я отмечаю для себя Европу и загрузить все прогнозы и фактическую карту, которая называется «Анализис». Загрузка займет какое-то время. Итак, в итоге мы получаем синаптическую карту, которая выглядит вот таким вот образом. Это европейская англоязычная синаптическая карта, соответственно, зона низкого давления обозначена буковкой L, а зона высокого давления буковкой H, High. Вот в этой строке вы можете посмотреть время и дату, на которую эта карта актуальна. Поскольку мы с вами скачали синаптические карты на ближайшие 120 часов, мы можем их пролистать и посмотреть тенденцию движения погодных систем. Прогнозные синаптические карты отмечены как forecast chart, вот здесь вот, и выпускаются на последующие каждые 12 часов по UTC. То есть 12 UTC, 00 UTC, 12 UTC, 00 UTC и так далее. Перед каждой гонкой класса менее у нас также будет погодный брифинг с профессиональным метеорологом, который точно также покажет нам синаптические карты и вместе с нами их просмотрит и проанализирует, расскажет, что он ожидает от погоды в будущем, основываясь на этих данных. Следующая возможность сквида, которую мы затронем только вскользь, это снимки со спутника. Чтобы загрузить именно нужные вам изображения со спутника и именно нужные вам грибы для расчета погодных моделей, нужно будет выбрать тот участок карты, который вы хотите посмотреть. Если вы возьмете очень большой участок карты, то данные будут весить достаточно много и работа с ними будет долгой. А если вы пользуетесь программой прямо на борту яхты со использованием спутникового интернета, то еще и очень дорогой. Но, естественно, чем больше участок вы захватываете, тем больше данных для анализа у вас есть. Сейчас, чтобы посмотреть картинку со спутника, чтобы она была более репрезентативной, мы выберем достаточно большой участок. Для этого с помощью правой кнопки мыши я выделяю фактически на карте то, что меня интересует. И здесь вот нажимаю Download Satellite Image Selection. Для моего европейского региона я выбираю MeteorStat Euro. И здесь я выбираю то качество снимков, которое мне нужно на данный момент и которое я могу принять на данный момент. Infrared, инфракрасные снимки — это ночные снимки. Visible — это простые снимки дневные. Вот здесь вот все, что имеет пометку HD — это снимки в высоком разрешении, инфракрасные снимки в высоком разрешении или visible снимки в высоком разрешении. И, естественно, чем выше качество снимков и чем больше его разрешение, тем дольше и дороже будет такая загрузка. Я сейчас никак не ограничена ни во времени, ни в интернете, поэтому я выбираю инфракрасный Visible Color HD. Вот это вот поле. И вот в этом меню я вижу, что снимки у меня есть за один час с 14.25 до 15.25 по UTC с вот такой вот частотой раз в пять минут. Я сейчас могу позволить себе посмотреть все, поэтому я выбираю All. Поставили галочки везде. И начинаю загрузку. Вот, получила я вот такую картинку на свой район, по которой я уже могу посмотреть, где есть облачность, где более плотная облачность, где менее плотная облачность, где даже облачность с дождем. Приблизив, я могу рассмотреть эти облака более внимательно. Здесь вот мы видим над северным побережьем Испании протянулся такой вот шлейф с дождями. Над моим районом, Дуарнене, Брест, все чисто. Такие снимки позволяют гораздо лучше увидеть глобальную погодную картину на данный момент, а также посмотреть, как в реальности пролегают какие-то фронты и насколько они широкие. Ну и, наконец, самое важное для расчета моего роутинга и самое популярное в использовании – это расчетные погодные модели и грипп-файлы. Для того, чтобы рассчитать роутинг, мне не нужно скачивать такой большой объем данных на такой большой район, поэтому я приближаю и выбираю примерно вот эту вот зону и нажимаю Download Grip Selection. Теперь вот в этом вот меню я должна выбрать те данные, которые я хочу получить, а также те модели, которые я буду использовать для расчета. Именно для расчета я хочу получить данные о ветре, получить данные о порывах. Эти и другие данные загружаются на высоту 10 метров от поверхности моря. Плюс данные о атмосферном давлении. Также я могу подгрузить данные о облачности, осадках, влажности, направлении силы волны, направлении силы течения, температуре и прочим-прочим-прочим. Именно при расчете моего роутинга я их использовать не буду, но могу их скачать, например, волну, чтобы просто посмотреть, что меня ожидает. Итак, набрали всяких разных штук. Теперь выбираем модель, которая будет их интерпретировать. При выборе моделей мы должны учитывать также несколько факторов. Первый – это насколько та или иная модель хорошо работает в выбранном вами регионе. Как правило, я ориентируюсь на рекомендации местных или на свой собственный опыт использования той или иной модели. Но я всегда подгружаю несколько. Следующий фактор – это разрешение. Вот здесь вот в этом столбике вы видите разрешение для каждой из расчетных моделей. Третий фактор – это насколько дней вперед модель считает. Здесь вот вы можете увидеть длительность. А вот здесь вот отображается шаг обновления данных. От минимального, например, 1 час, до максимального, который вы можете выбрать вручную. Итак, для моего региона во Франции самой точной моделью по мнению метеорологов и ягцменов является Meteo France Aroma и, конечно же, Meteo France Aroma HD высокого разрешения. Поэтому ее я беру. Ставлю ей галочку «Он». Это модель всего на 2 дня. Также я выберу Meteo France 9 км Arpège. Это модель с меньшим разрешением, но зато на 4 дня. Icon Global на 8 дней. GFS с самым лучшим разрешением из доступного. И также европейскую модель ECMWF. Мне доступна только Herlam, тоже только на 2 дня, но это для Европы достаточно точная модель. Итак, что я выбрала? Европейскую модель на 2 дня. GFS – это американская модель на 10 дней. Icon Global на 8 дней, потому что я хочу получить какую-то альтернативу более длительного прогноза. Альтернативу GFS. Meteo France – точную модель на 4 дня. И самую лучшую модель Meteo France Aroma HD на 2 дня. Эта модель учитывает не только глобальное движение погодных систем и градиентный ветер, но также может рассчитать какие-то местные условия и влияние берега. Поэтому она совершенно незаменима в прибережных гонках во Франции. Итак, на наш район мы набрали всяких данных аж на 17 мегабайт. Жмем Download Grip. Вот что у нас получилось и как теперь с этим работать. Вот здесь вот слева есть меню всех данных, которые мы загрузили. И, соответственно, всех данных, отображение которых мы можем отметить или скрыть. Сейчас у нас отображаются данные для модели Aroma HD. HD барбы – это модель с высоким разрешением, поэтому барбов так много. Мы можем приблизить, чтобы посмотреть ситуацию на какой-то более конкретный участок. Вот, например, залив Дуар-Нене. Длина вот этого залива примерно 20 миль. И модель с таким высоким разрешением мы вполне себе можем использовать для того, чтобы посмотреть изменения ветра даже на таком мелком масштабе. Вот для сравнения так будет выглядеть на этот же район модель GFS с меньшим разрешением. Мы видим, что информации, в общем-то, недостаточно. На залив Дуар-Нене информация фактически отсутствует. Но, посмотрев на ситуацию глобально, мы тоже можем увидеть какие-то определенные закономерности. Вот так вот будет выглядеть европейская модель Herlam. И здесь с помощью барбов мы видим изменение направления и силы ветра. И видим вот такую вот ветровую тень за вот этим выдающимся мысом. Кроме того, для анализа и планирования мы можем использовать такой параметр, как Streamlines, то есть направление потоков. Это даст нам информацию об основных потоках воздушных масс, их схождении конвергенции и расхождении дивергенции. Таким образом, у нас будет гораздо больше данных для собственного анализа и для собственных ожиданий. Вот здесь вот внизу есть кнопки, которые позволяют проиграть прогноз и посмотреть тенденции изменений. Для того, чтобы стало еще понятнее, можно использовать цветовой градиент с изменением силы ветра. И вот таким вот образом мы можем следить за ветровыми пятнами и их движением. Кроме того, на этот градиент мы можем наложить барбы. Сейчас я использую Color Gradient для модели Arpège, которая на 4 дня. И возьму ее же барбы и проигрываем. Так мы видим, как изменяется сила ветра в градиентном представлении и видим изменение направления ветра в барбах. Вот в этой вот табличке показываются основные данные на местоположение курсора. Помимо ветра мы с вами загрузили информацию о давлении и также можем наложить ее на эту же карту. Вот так вот, например, выглядит визуализация модели Arpège на 4 дня с шагом в 1 час. За основу мы взяли более широкую зону, чтобы посмотреть глобально. Фоном положили цветовой градиент силы ветра, чтобы посмотреть, где какие штормовые или штормовые пятна. Наложили барбы, которые дают нам представление о направлении ветра. И еще сверху положили изобары, чтобы увидеть, как ведет себя давление. Внизу мы видим формирование зоны, локальной зоны низкого давления, вокруг которой начинает крутиться поток. В самом центре зоны давление низкое, но ветра мало. И вот она постепенно сместилась к Англии. И вот здесь вот закручивается вихрем. Формируя циклон с уже более четкими, с более понятными очертаниями. С холодным фронтом, который мы сейчас видим в виде вот такого вот желтого пятна с усилением ветра и с изменением направления ветра. Итак, это те минимальные данные, которые мне нужны будут для построения погодного роутинга, и которые я экспортирую в Expedition. Они автоматически сохранены в папке на моем компьютере. Здесь вот я могу посмотреть Grip Selection Files в моих документах Squid Grip. Здесь вот по дате, по времени и по названию файла я вижу, что за модель я загрузила. Ну а кроме этого у Squida есть куча дополнительных опций, которые вы можете использовать в зависимости от ваших задач. Например, метеограммы на конкретную точку. Пересчитывать свой оптимальный роутинг я буду, конечно же, несколько раз в процессе подготовки. Буду отслеживать тенденции. И, естественно, на борт я захочу взять с собой самые последние, самые свежие данные. Поскольку мы помним, на Мини нам запрещено пользоваться любой электроникой и любой связью, в том числе спутниковой. Поэтому никаких прогнозов во время коротких гонок я не смогу получать. И, естественно, меня интересует время обновления каждой из погодных моделей. Когда же выходят самые последние, самые свежие данные. Это я могу посмотреть вот здесь, в вкладке Weaver. Check Next Runtime. Здесь можно выбрать любое. Live или 24 часа. Я не увидела разницы. Появляется вот такая вот табличка, где мы можем посмотреть на каждую модель, время ее обновления. По факту, чтобы быстро загрузить нужные данные в Expedition и пересчитать свой оптимальный роутинг, я, конечно же, делаю это в ускоренном темпе. Открываю Squid. Выбираю нужную мне зону, на которую я буду загружать данные. Щелкаю Download Grip Selection. Выбираю то, что я хочу загрузить. Выбираю те модели, с которыми я буду работать. И щелкаю Download Grip. Какое-то время идет загрузка файлов, и они автоматически появятся в папочке Squid на моем компьютере. После я закрываю Squid. Каким образом я буду использовать эти данные в Expedition, и как будет выглядеть мой оптимальный роутинг, я расскажу в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok